Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Открой! Я хочу еще детей! Или развестись А я не хочу Иногда лучший способ спасения брака Это развод Смотрите в этой серии О чем ты думаешь? Что у меня любовник есть? Ну что за бардак? Вот реально Ребенок видит, что я плачу Разговаривать не может Я вляпалась На, на, вот, вот Хочу его видеть, слышать С точки зрения российского законодательства Дети оставляют в матери Зачем такая подстава? Это не подстава, это жизнь Запускаем шоу Принцем Находим принцессу Сдержись, Када Пожалуйста Мы знаем, что тебе больно Выходи Ты вела себя, как шалала Виолетта и Када Познакомились в Египте Где Када был шефом анимации большого отеля Курортный роман перерос в серьезные отношения Но когда Виолетта забеременела Супруги уехали в Россию Сбережения Када быстро закончились А вот проблемы только начались Откуда деньги на такой телефон? Сколько стоит такой телефон? Тысяча долларов Откуда у тебя тысяча долларов? Када реально уже устала тебе Вот постоянно что-то доказывать, объяснять Ну хорошо, о чем ты думаешь? Что у меня любовник есть? И что? У него паранойя Друг мне написал Привет, как дела? Значит, я сплю с ним по-любому Значит, он мой любовник В отношениях нету доверия Мы в Египте жили 2-3 года Она такой не была Она только здесь так себя показывала Виолетте 25 лет Када 33 После пятилетнего брака Они на грани развода В Тверской области В городе Конаково Где живут супруги Египтянину не так просто заработать Но он успел побыть и грузчиком И сварщиком И аниматором в подмосковном отеле Виолетта же не работает Несмотря на то, что тема денег Одна из самых острых в семье Дай мне пару тысяч Покажи щек, пожалуйста На, вот, вот Ты что, конченый? Охренел, что ли? Ты уродовая Умётывайся отсюда Не трогай меня Не обзывай меня кончить Не обзывай меня кончить Хорошо? Я не жадный, как она начинает говорить Бурса нету Когда есть заработка Она от этого заработка за один день тратит Выходит на эти деньги На СЛР Ногти месяц, два, два, три раза Ресницы А меня всё раздражает Потому что я не такой жизни хотела Нет нормальной работы Мы живём у моих родителей дома Это вообще что? Када! Придурок! Ты зачем заехал на плитку? Испортишь? Мы хотели для неё другой судьбы Мы вам отдали верхний этаж с папой А я кимся вот здесь вот И постоянно тычете этим Он даже кровать за собой не заправит Живёт, как свинья Отец его вчера говорит Стыдно Потому что она замуж из египтяны С отцом мы очень сильно ругаемся Он же мне всё высказывает То, что я его опозорила перед друзьями Я просто не ожидала от них Ну выбрала я такого мужа Ну что, блин, аборт мне надо было делать Или что? За постоянными ссорами и криками В этой семье наблюдает двухлетний Милан Када не скрывает, что дочка Это единственная причина По которой он терпит все унижения Которые достаются ему от Виолетты И её родителей Я Виолетта люблю Но всё равно это меня не держит Мне ребёнок держит Ну что за бардак, вот реально Играем с ребёнком Я готовлю, убираю Я тоже устаю Я каждый день хожу на работу Я пиццу готовила Думала, ты хоть уберёшься порядок в комнате Звинья такая Ребёнок должен видеть счастливых родителей Они каждый день скандалы Когда они ругаются каждый день Чё ты сидишь, забирай вот эти осколки И что, я должна убирать? Потому что сама кидали Ты придурок, реально Смотри, стёкла Я с такой свиньёй неблагодарной Просто уже не могу жить Всё, разводимся Курортный роман с аниматором Превратился в ночной кошмар В этой семье несчастливы все И надежды на спасение пока нет Последняя ссора закончилась тем Что Каде остался на улице И был вынужден снять комнату в общежитии Но Виолетта решилась на последний шаг Она обратилась в проект разводы Сегодня её и Каде ждёт знакомства с экспертами Психологом Владимиром Дашевским И мной Анитой Цой Мы постараемся помочь супругам понять Есть ли что спасать в их браке Сначала мы хотим поговорить с Виолеттой Ну здравствуй, Виолетта Здравствуйте Для тебя всё-таки Это был и остаётся курортный роман Это была вообще любовь с первого взгляда Конечно, я опасалась вместе дальше проживать Боялась разной национальности Родители тоже мои боялись Я уже для себя решила Это моя жизнь Я хочу с этим человеком прожить Поверила в эту сказку Что будет всё идеально Сколько вы встречались до рождения дочери? Два года Я прилетела в Египет отдыхать В этом отеле, где я отдыхала Он там был шеф анимационной компании И он уже предложил в этом отеле остаться Мне это всё понравилось Я загорелась, потому что я устала от Москвы Вот от этой офисной работы Была у нас вот эта семейная жизнь Которую я хотела почувствовать Всё было вообще идеально А почему же вы уехали? Случился кризис в Египте Работа-то его зависит от туристов А перелёты закрыли И туристы перестали летать А на тот момент я уже забеременела И я ему предложила Всё, полетели Ты сообщила родителям, кстати, о том, что беременна сразу? Да А до этого они меня предупреждали Не вздумай, не вздумай Ну они опасались, боялись вообще мужа там Иностранца, нерусского Какое их вообще дело? Ну да, вот так я и для себя решила Это же моя жизнь, я живу И я их не послушала Вообще, на самом деле, я уже, ну, для себя решила Разводиться А что случилось? Такая прекрасная любовь была А всё, ушла любовь Тогда зачем вы здесь? Када, ну, вообще не хочет отпускать И не даёт развода Он говорит, всё наладится Нам стоит только отсюда уехать Потому что испортились отношения Когда мы только сюда переехали И Када у меня тоже, ну, разочаровала То есть оказались на безденежье И в итоге любовь прошла? Да Я предлагаю позвать сюда Када Да И пообщаться вместе Када, расскажите, пожалуйста, почему вы здесь? У нас семья, я люблю мою семью Люблю мою жену, люблю мою дочку И хочу жить без них Вам страшно её потерять? Да Я верю, всё будет хорошо Виолетт, и ты никак ему не помогаешь? А как мне помочь? Если мне тоже трудно Он ради тебя всё продал Приехал сюда, правильно, Када? Правильно Я сейчас работаю сам Тяжёлая работа Которую никогда в жизни не представляю Я буду так работать Не моя жизнь Но я всё могу держать Я всё держу Потому что надо Мне надо кормить семью Мне что Здесь самое-самое тяжёлое Жена когда Обзывает Какие самые обидные слова Она говорит в твой адрес? Послает Трепка Ты не мужик Я, во-первых, перестала чувствовать себя счастливой Когда я ему сказала Всё, тогда разводимся Он просто снял общежитие, ушёл И оставил нас с ребёнком без денег и без еды Это в буквальном смысле без еды Каждый день просыпаюсь Меня просто, ну, колбасит Я хочу плакать Ребёнок видит, что я плачу И она просто разговаривать не может А гладит меня по голове Блин Ты встань Можно задам тебе вопрос, Виолетта? У тебя есть телефон? Да Одно из последних моделей Как он к тебе попал? Это проект разводы За помощью экспертов Обратились Виолетта и Када Их семья на грани развода Страстный курортный роман Оказался несовместим с жизнью В маленьком городке под Тверью Аниматор из Египта Всеми силами пытается Обеспечить свою семью Вот только семью такая жизнь Совсем не устраивает Я готовлю, убираю Виолетта не скрывает Виолетта не скрывает постоянного раздражения А её родители вообще стыдятся Родства с Када Выметайся От развода этот брак удерживает Только двухлетняя Милана Можно задам тебе вопрос, Виолетта? У тебя есть телефон? Да Одно из последних моделей Как он к тебе попал? У меня были отложенные деньги И я их откладывала в банк Но на мои нужды Когда ты говоришь, что Вам с ребёнком кушать нечего Что у вас пустой холодильник Что нету хлеба И вдруг ты берёшь И покупаешь за 80 тысяч рублей телефон То есть деньги есть Но их как бы нет На его деньги ничего не хватает Только еду купить Поэтому я купила на свои деньги Телефон сняла в банке Сейчас получается у твоего супруга Сложный период времени Ты его бросаешь при первой неудаче А ну, хренат, я его сюда тащил Я его два с половиной года, извините Держала Я с ним бегала беременная Чтобы он получил гражданство По УФМС в другой город Беременная ездила Я так же его держала Но это нормально Но это накипело Всё, я устала Не хочу тянуть А что ты тянешь, извини Я чуть не пойму Ну, не такую жизнь, во-первых Себе представляла Что я приведу вообще мужа своего К родителям в дом Для меня это стыдно Но тогда надо было родителей слушать Наверное, да Представим себе Что у Када умирает богатый дядя Он владеет домами В Каире яхтами У него пароходы И это правда Это правда И всё это состояние Он завещает Када Что тогда? Конечно, всё будет круто Но пропадёт вот этот страх какой-то Да, что мы постоянно в нищете Когда у тебя ребёнок И есть нечего Любовь-то появится или нет? Виолетта, ответьте Потому что любовь-то есть где-то в глубине Спрятана Проблемы в деньгах Да, они немного, как в шарме мы жили Но их можно жить нормально, хорошо Если мы не будем делить ногти два раза в месяц Рисницы Раньше мы не считали деньги, правда Но сейчас надо считать, чтобы жить месяц Скажите, пожалуйста, почему же вы сейчас не переезжаете в Египет? Потому что если я переезжал в Египет, я буду потерять на семье Почему? Потому что я туда не поеду Вам же там было хорошо? Было хорошо, когда было там всё прекрасно А сейчас там нет ничего Это нужно всё заново Это очень будет долго, всё возобновить У вас нет времени ждать? Ну, конечно Если честно, мы сейчас видим перед собой пару Которой практически нет никаких шансов спасти свой брак Если желания нет Или если есть желание только с одной стороны А с другой нет Это невозможно То вряд ли мы можем что-то сделать Мы не можем помочь Вы готовы меняться или нет? Конечно Вы готовы работать с собой? Конечно, готовы А для чего вам это? Я сама не устраиваюсь, какая я сейчас А что вам не устраивает? Ну, мы познакомились Я же не была такой Я была ласковая, нежная Ничего подобного Почему? Вы не изменились Просто раньше у вас были приятные условия Были деньги Да, сейчас та же самая Виолетта Но нет денег море и солнце Есть Конакова Есть муж, который с утра до ночи пашет И зарабатывает немного денег Нужно вам вообще всё это? Или нет? Ну, если мы уже, конечно, начали То да Не хочется, чтобы ребёнок оставался без отца Тем более она очень сильно к нему привязана Хочу всё-таки понять И вообще сможем мы в дальнейшем сохранить семью Када, вы готовы? Угу Тогда я готов вам дать первое задание Я предлагаю вам прочувствовать те обстоятельства В которых оказался ваш партнёр Вам предстоит поменяться местами В буквальном смысле этого слова Када весь день проживёт по расписанию Виолетты А Виолетта будет работать Потом мы встретимся у меня в кабинете И всё обсудим А спустя месяц Виолетта и Када Должны будут принять окончательное решение Останутся ли они вместе или разведутся Мы попытаемся сделать всё для того Чтобы это решение было верным Честно говоря, я могу тебе сказать Что она как бабочка порхающая Летающая на пламя Не понимающая, что она вообще делает Или стрекоза Помнишь про стрекозу и муравья басню? Угу Вот стрекоза, Лето, красная пропела Да стерва она просто Ты видел её улыбку И как она изменилась Когда ты представил на секунду Просто, что Када становится миллионером Это, мне кажется, это ключевой момент этой сессии Это катастрофа И если тебе что-то удастся Открыть ей глаза, например, на истину Что значит настоящая семья Что значит настоящая взаимопомощь Что это вообще такое, понимаешь? Если тебе удастся это сделать Я тебе буду не просто громко аплодировать Я тебе памятник при жизни поставлю Давай мы, по крайней мере, с тобой не будем садовниками Да, наше дело помочь людям Которые действительно хотят меняться Но мы не будем их поливать, подрезать И делать что-то за них Пускай они поработают сами Согласна Ну а сейчас по дороге домой Када и Виолетта Пытаются найти ответ на главный вопрос Почему они так несчастливы вместе? Если мы оба страдаем Если мы оба недовольны Мы оба страдаем, потому что Тебе все не нравится Все мало, всегда мало Я уже устала от этих реально Ожиданий, обещаний И тебе ребенок не жалко? Будет растут без папы А тебе не жалко ребенка, когда она видит каждый день Как мы ругаемся, деремся, как мать плачет Вот это тебе не жалко? А ты почему-то делишь? Почему ты ругаться? Я хочу, чтобы она видела наши теплые отношения Когда мы улыбаемся Но у нас не выходит это А это тебя она дождает Ладно, все, ты вообще где находишься? Где ты остановился? Двое дело, что двое дело? А что ты так общаешься-то? Сразу в позу, не скажи, не скажи Смотри, у тебя есть номер, телефон, да? И что? Занесу, что такое надо Вообще это ненормально Я сейчас у тебя спрашиваю лицом к лицу Я не хочу тебя сказать Зачем я тебя сказать, где я живу? Все, давай гуляй Када уехал в общежитие И, возможно, ему стыдно сообщить об этом своей жене В любом случае, при малейшей ссоре Мгновенно возникает тема развода И мне кажется, что коммуникация в этой паре нарушена Сегодня день первого задания от психолога Супруги должны поменяться местами Када весь день должен провести с ребенком в домашних хлопотах А Виолетта отправляется на заработок денег В случае этой пары Понять заботы другого – дело номер один Несмотря на то, что супруги уже несколько недель не живут вместе Утром они встречаются в доме родителей Виолетты Ты что, приготовишь на работу? Для кого ты красишься? Для себя Потому что я с кем-нибудь познакомлюсь по дороге А что ты хотела, что я сделаю дома? Все, что я делаю целый день Теперь ты и с ней Я так делаю каждый день Тоже все работы Если честно, мне вообще страшно оставлять ребенка Маме доверяй, но не тебе Которую может накормить ее сладостями Потом ребенок будет весь чесаться По условиям задания Када целый день должен выполнять домашнюю работу своей жены Виолетта как хозяйка, она не будет каждый день готовить Если два раза в неделю, это много О, вкусная картошка Картошка, картошка, картошка Тем временем Виолетта доехала до пункта назначения И увидела, чем сегодня предстоит заниматься ей Это пипец Как воняет Привет Здравствуй, наконец-то ты пришла Тебя уже давно ждут Меня Виолетта зовут Меня Аня Заходи, на сегодня ты будешь моей помощницей Заходим, не боимся Работы нас очень много И за 8 часов наших рабочих Нужно все успеть убрать От этого зависит наша зарплата Берем лопатки Так что делать-то я не поняла Убираем ловоз Это трест Виолетта, конечно, не ожидала от нас такого задания Но как иначе показать ей, что деньги, которые регулярно приносят в семью ее муж Достаются тяжелым трудом И ведь када ради своей семьи не брезгует никакой работы Блин, лопаты реально неудобно Подкапывай Вот, в основание прям И по чуть-чуть можно что-нибудь убрать Бедные мои кроссовки Я мама в декрете Давай, давай Вроде бы такая мелочь Предложить ребенку выбрать памперс Или красные, или желтые носки надеть Но в действительности это очень важно Давать возможность ребенку самому принимать решения Для того, чтобы в будущем у него появилась возможность Опираться на собственные силы А не на желания родителей На мой взгляд, када замечательно справляется со своим заданием Роль отца ему удается очень хорошо Баба Папа Никита Раз Два Три Спим? Да У меня не сложно что-то это Вообще, люблю ребенка Я могу с ним посадить нормальную Походу, тут вообще не убирались неделю Прям меня ждали Наскорили тут Меня тоже нет Конечно, не хотелось мне этого всего делать В гов... ковыряться, убирать Ну, блин, сразу видно, что я летобралась Фу, я уже устала Отчего? Мы еще толком не начинали У меня уже спину ломит Это малая часть того, что мы за сегодня сделаем Вот это коча твоя Давай А чем ты вообще занималась? Ничем Кем работала? В смысле, ничем? А как? Я принцесса В смысле? Вообще не работала? Нет, зачем работать? Ну, у меня муж работает Меня воспитывали вообще как принцессу И даже когда мы с Кадой познакомились Он тоже ко мне относился как к принцессе Я уже так ко всему отношусь, что я принцесса Если мы выращиваем принцессу, либо воина То в любом случае мы накладываем на них какие-то собственные установки И тем самым их ограничиваем Самое важное идти от человека От ребенка, от его мира От того, что для него комфортно, что для него приятно И что позволяет раскрыться его индивидуальности В это время Кады закончил с уборкой И полез в интернет в поисках возможности заработать Здравствуйте Выдал бы обливление, вы требуете аниматора сегодня Но я могу через час, за час буду Када больше не может сидеть дома И даже во время задания попытался найти подработку Он попросил остаться с Миланой любимую тещу А сам поехал в один из подмосковных отелей Где сегодня его ждет работа аниматора Формально, по условиям нашего задания Када должен был находиться с ребенком весь день Но в какой-то момент времени он выбрал поискать себе работу И в данном случае, мне кажется, здорово, что Када сумел найти решение Которое позволило пристроить ребенка и откликнуться на работу Это проект разводы За помощью экспертов обратились Виолетта и Када Их семья на грани развода Страстный курортный роман оказался несовместим с жизнью В маленьком городке под Тверью Виолетта и Када должны будут принять окончательные решения Останутся ли они вместе или разведутся Мы попытаемся сделать все для того, чтобы это решение было верным Не боимся, без резких телодвижений Пипец, страшно Вот так потихоньку А ты все будешь ее сторожить, а я все убирать? Да Может, наоборот? Но ты же боишься? Неужели все бить? Не ноем, давай, давай, оперативненько Это ложь, это живое существо Что такое? Я вляпалась в го... Ничего страшного, дома отмоешься Все, я, короче, не буду тут работать Ковыряйтесь сами В этом го... Я пошла Работнички Дай мне это, ведро помыться Вот это... Дома отмоешься Да, в смысле, я пойду сейчас в... Работнички Отходи Все Никогда в жизни не буду готова к такой работе Не для этого меня мама ягодку растила Виолетта с самого начала очень скептически отнеслась к нашему заданию И искала повод для того, чтобы уйти То есть Виолетта всерьез считает, что грязные люди созданы для грязной работы А чистые люди созданы для красоты и наслаждения Этой собственной правде она и следует А у Када дела идут гораздо лучше В подмосковном отеле его шоу смотрится ничуть не хуже, чем на любимой работе в египетском Шарм-эль-Шейхе Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо, все было очень классно Спасибо Спасибо Нормально Када счастлив очередным заработанным деньгам Но не провалил ли он наше задание? Ведь по условиям Када весь день должен был прожить жизнью своей супруги, чтобы понять ее заботы Итак, первая неделя проекта и первое задание позади Сегодня супругов ждет очередная встреча с психологом Владимиром Дашевским Впереди разбор прошедшего испытания и новый откровенный разговор, который должен приблизить супругов к важному решению Остаться вместе или развестись Вас хватило на полдня? Ну да И вы уехали на подработку? Да Потому что тоже деньги надо Сколько вы заработали за три часа? Три тысячи За сколько вы обычно зарабатываете три тысячи? На этой фабрике целый день не один тысяч Ваша работа была настолько яркой, что видео об этой работе попало в социальные сети Вы там произвели большое впечатление Видели знакомый, папа, друг, и он звонил, говорит, это не твой там зять выступает Он вообще так круто, там все на него смотрят, снимают Что вы чувствуете, когда рассказываете об этом? Я прям горжусь Мне самой нравится, когда что-то творческое он делает Танцует, когда показывает файер, что-то, ну Если бы у Виолетты была бы возможность тоже куда-то уходить на другую работу Или делать что-то еще, возможно, ей было бы легче Нет, для Виолетты они водят для нас Почему? Потому что они неработные человеки А если бы была бы работа шофера? Нет А если бы штукатура, маляра? Нет? Нет Какую идеальную работу для себя представляют? Это связано, допустим, с моделью, с красотой Рекламируют одежду в бутик, что-то такое Там макияж, по кастингам ходить Вот заполнить холодильник, сколько нужно посетить кастингов? Ну, от трех до пяти, наверное, вот так Чтобы попасть в рекламу, нужно как минимум пройти еще что-то 500 безрезультатных кастингов Но для того, чтобы выполнять какую-либо работу, нужно быть готовой к работе Вы не готовы к работе вообще А он же сам меня так распустил Если он говорит, вот ты для меня принцесса, я вообще не хочу, чтобы ты работала Када виноват в том, что вам не понравилось работать на ферме Да Он меня нашел такую ленивую, неготовую, работающую, и с этим был согласен А я вот нашла его, который говорит, ты не работаешь, ты принцесса Давайте представим себе, что Када работает на ферме Разводит лошадей или коз Каждый день за ними убирают, например, дерьмо Вы будете этим гордиться? Нет Почему? Изначально-то я выбирала себе мужа, когда он был шеф анимационной компании То есть вам важен статус? Конечно Так что же вас удерживают вместе сейчас? Ребенок Что вы чувствуете по отношению друг к другу? Раздражение, меня сейчас все раздражает, бесит А вы? Иногда скучаю сильно, иногда просто как нахочу и увидит, слышит Как вам такая гипотеза про то, что отношения – это тоже работа? Да Поэтому вам предстоит работа, чтобы самим себе ответить на вопрос Есть ли у вас любовь? Есть ли у вас понимание? И можете ли вы двигаться дальше вместе? Или, может быть, вам стоит развестись? Что ж, если Виолетта мечтает ходить по кастингам и зарабатывать на жизнь внешностью Мы можем ей это устроить Мы решили проверить, как далеко она готова зайти в поиске легких путей к сладкой жизни И пригласили якобы на кастинг-шоу, в котором завидный жених выбирает себе невесту среди нескольких девушек Началась вторая неделя проекта «Разводы» для Кады и Виолетты Аниматор из Египта и красотка из подмосковного Конакова пытаются спасти свою семью Но до сих пор супруги не сделали ни одного серьезного шага к примирению А есть ли что спасать в этом браке? Чтобы понять, чего на самом деле хочет Виолетта, мы воплотили в жизнь ее мечту Пригласили на кастинг-шоу, где завидный жених ищет себе невесту Правда, о том, что кастинг не настоящий, Виолетта, конечно, не догадывается Напоминаю, вам нужно подготовить платье, туфельки, купальник, красивое нижнее белье Так как попробуем сделать разные фотосессии, посмотреть Подберите, чтобы купальник был красивый, белье было красиво Виолетта, не сомневаясь, приняла приглашение на кастинг Ее не смутила ни суть телепроекта Невозможные отъезды с дома на несколько недель съемок И вот еще замужняя Виолетта на кастинге В надежде, что именно ее выберут в невесты богатому и успешному жениху Вообще, на что ты готова вот так вот ради кастинга? Ради шоу, ради кастинга, чтобы пройти? Не все же проходят? Да на все! Что на все могут делать? Ну, а ты разведена, да, значит? Конечно! Угу! Но парня у тебя нет? Ничего, то есть нормально все? Да, да, ладно Давай анкету мне, Виолетта, анкету мне, давай свою Ну, да запомнишь, да Давай, переобувайся, одевайся С личиком, с волосами, у тебя все хорошо Все, давай, проходим Вставай, где крестик На крестик прям? Виолетта, мы запускаем съемки проекта всемирно известного шоу Где принцам находим принцессу Я? Как ты с ребенком поступишь, когда будешь сниматься два месяца? Я думаю, это не проблема У меня есть и мама, нянечка тоже А ты сама, как вот не видеть два месяца ребенка, не будешь переживать? Два месяца это не два года Так, но ребенок у нас от кого-то появился, правильно? Я вообще девушка влюбчивая И в один момент я решила полететь в отпуск Там встретил вот этого молодого человека Он вообще другой национальности, другой веры в Египет Я его звала с собой в Россию Конечно, он не хотел, потому что это его страна Там его все друзья, семья Но он очень любил меня, свою семью, ребенка будущего И он не задумывался, говорит, я с тобой перейду Он, конечно, устроился на работу грузчиком Это меня уже опускает, да? Мне как бы стыдно за своего мужа То есть вы сейчас живете вместе? Нет, он переехал, в общагу съехал Ну, уже давно мы полгода не проживаем вместе Но у тебя же были уже за это время другие мужчины? Ну да, конечно Был молодой человек, допустим, в Москве Когда я могу просто выехать, ну, без отношений, да? Погулять с ним, исправить нужду Как бы я тоже девушка гормонная Сейчас я в поиске своей второй половинки Сейчас у тебя есть две минуты для того, чтобы впечатлить меня Да, да, вообще Виолетта пошла ва-банк Похоже, она реально готова на все ради участия в проекте И я хочу понять, насколько ты свободна от мужа В целом я не завишу Я хочу, чтобы он быстрее уехал Он как груз у меня на плечах Любовь-то уже давно перегорела Слушай, а как грудь вот сейчас? Давай посмотрим Так, поправь Да, повернись к ребятам Виолетта пришла на проект И заявляла, что хочет спасти брак и хочет меняться Но как только на горизонте возник новый проект и новый принцип Она очень легко отказалась от Када И надежды спасти свой брак Неясно, стоит ли нам продолжать эту историю В это время Када, адекватно оценивая перспективы брака с Виолеттой Решил обратиться за консультацией к адвокату Чтобы понимать, что ждет его в случае развода С точки зрения российского законодательства Как правило, детей оставляют матери по суду Тем более, учитывая, что вы иностранный гражданин Это тоже может осложнить какие-то судебные разбирательства Не в вашу пользу А у вас есть официальная работа? Да Какой у вас доход? По закону вы должны будете в случае, если ребенок останется с матерью Платить, соответственно, одну четвертую часть всех своих официальных доходов Правильнее здесь не доводить ситуацию до конфликта Иначе пострадают, по сути, обе стороны И самое главное, что ребенок от этого пострадает Надо сесть за стол переговоров Она говорит, что хочет такую фиксированную сумму алиментов Пусть она будет выше, но вы на это, допустим, добровольно подпишетесь При условии, что она будет вам добросовестно Давать возможность общаться с ребенком Забирать его на каникулы, на праздники Если конфликт усугубится, да, и придется обращаться в суд То суд уже определит, как часто вы сможете видеться с ребенком В каком виде То есть, скорее всего, ребенка в этой ситуации остается с матерью Но у вас есть право в любом случае с ним общаться, видеться Природа распорядилась так, что акций матери Немного больше в организме ребенка, чем отца Потому что мать физически держит ребенка в своем теле Он находится 9 месяцев с ней И потом еще на протяжении нескольких месяцев, а то и даже лет Мама выкармливает своего малыша Именно в этом возрасте у ребенка формируется ощущение безопасности Поэтому чем младше ребенок, тем больше он нуждается в матери И, на мой взгляд, совершенно логично Что и закон в данном случае стоит на стороне матерей Када в тупике Его шансы получить опеку над дочерью в случае развода стремятся к нулю Но уверенности в счастливом совместном будущем с Виолеттой у него тоже нет Продолжать терпеть унижения ради призрачного счастья в браке Или развестись в надежде на новую жизнь И хоть нам нелегко далось это решение Мы посчитали, что Када имеет право знать правду Чтобы его решение не стало ошибкой Вообще не могли лучше кинотеатр найти Маленький? А мне кажется, он какой-то старый Значит, черный белый фильм показывает Да, про любовь Здравствуйте, ребята Здравствуйте Я слышала, Када, что ты переехал в общежитие, да, и сейчас живешь там? Да То есть вы вообще не общаетесь, да, теперь? Нет, ну мы, конечно, общаемся Он приезжает после работы, ребенка видит Ну вот Када уехал, ты, наверное, сильно переживаешь, да? Очень Нет Я как бы вздохнула А ребенок почувствовал отсутствие отца? Да, он похудел вообще, на первое время вообще похудел Почему он похудел? Тяжело Когда я хожу, он не отпускает, плакет Сейчас я не привыкла, как я хожу и прохожу А скажи, пожалуйста, Виолетт, а ты чем занимался? Я загораю, с ребенком занимаюсь, с подругами встречаюсь На работу ты не пробовал устраивать? Нет Ну что ж, друзья, мы вас пригласили в кинотеатр Для того, чтобы вы посмотрели, конечно же, фильм О чем этот фильм? Мы пообщаемся позже Хорошего вам просмотра, приятного Спасибо Проходите, пожалуйста, в зал Стойте, ты первый раз, да, в кинотеатре? Да Деревня Как ты думаешь, какой сейчас фильм будет? Я думаю, какой-нибудь романтический Сплакнули, взялись с арки Ты не будешь плакать? Почему? Тебя этого чувства нету Что такое семейные ценности? Поддержка, безусловная любовь, секс, материальная стабильность У каждого из вас свой ответ на этот вопрос Но я хочу, чтобы вы понимали Какую бы боль вы не испытывали Это ваш персональный шаг вперед Наша жизнь очень многогранна Ее просто нужно принять такой, как есть Все, что вы сейчас увидите Возможно, сильно изменит вашу жизнь Но я уверена, к лучшему Вам обоим просто нужно найти ответ на вопрос Зачем вам нужен ваш брак? Короче, Виолетта Мы запускаем съемки проекта всемирно известного шоу Где принца находит принцессу Я на кастинге Сегодня день финального задания для Виолетты и Када Которые три недели назад пришли в проект разводы В надежде на спасение брака Со дня первого знакомства с супругами Мы с психологом проекта Владимиром Дашевским Не очень верили в то, что в этом браке остались уважение, любовь и искреннее желание сохранить семью Ты что, нахренел что ли? Ты урод А увиденное и услышанное на кастинге, которые мы устроили Виолетте, заставило нас организовать для супругов особое задание Сегодня они приглашены в кинотеатр Вы сейчас живете вместе? Нет, он переехал В общагу съехал Ну, уже давно мы полгода не проживаем вместе Были уже за это время другие мужчины? Ну, да, конечно Был молодой человек, допустим, в Москве Когда я могу просто выиграть Это все неправда, я говорила, чтобы меня взять Погулять с ним, исправить нужду Как бы я тоже девушку в карман Пипец Зачем это вообще? Я хочу понять, насколько ты свободна от мужа В целом я не завижу, я хочу, чтобы он быстрее уехал У меня это... он как груз у меня на плечах Как баланс Да Вместе у нас будущего никакого нет Любовь тоже давно перегорела Слушай, а как как-нибудь вот сейчас? Давай посмотрим Не, не трогай Пожалуйста, ребята, не надо так Сдержись, Када, пожалуйста Мы знаем, что тебе больно Выходи, выходи, выходи Пойдем, Виолетта Пойдем, Виолетта Пойдем Скажи, пожалуйста, зачем ты это делала? Что-то лишнего я там не врала Ни одного слова Он все прекрасно знает, что у меня к нему любви нету никакой А то, что у тебя мужчина на стороне есть? Это все неправда было Как нам сейчас вообще ехать? Он меня убьет Все, не надо снимать Не хочу больше Просто Хотели помочь отношениям Просто Такая бандала Ты хотела помочь отношениям и пошла на кастинг И что здесь такого плохого? И встречалась с мужиками Я сама в шоке Если ты знаешь, как проходит кастинг Такого нет Груди не показывают в открытую В этом, да, я тупица Виолетта, на двух стульях никогда не усидишь Надо быть порядочным человеком А я никого не обманывала Делала отношения все Закончи с человеком Не бери у него больше денег И потом делай все, что хочешь Я не разводилась только из-за него Чтобы он мог сюда спокойно приезжать из-за ребенка А в душе я уже давно с ним разведена Он все это прекрасно знает Лучше сейчас поставь уже крест на своих отношениях Хотя могли бы и был бы шанс спасти наши отношения Но вы сейчас просто такие Шанса не было, потому что ты вела тебя как шалава Ага Пойдем Поступок Виолетты стал для Када настоящим ударом И теперь невозможно предположить Чем закончится для их семьи участие в нашем проекте Сейчас ты сорвался Поднял руку на женщину Я не буду больше Ты мне обещаешь это? Что сейчас нужно сделать? Просто все ходит Все закончено Давай мы постараемся, чтобы это произошло спокойно Может быть не сейчас Но чтобы ты подумал об этом И извинился за свои действия Понимаешь? Бить? Ты не понимаешь, что я здесь все эти два года Что я держал здесь Я понимаю Нет, нет Я понимаю, но Келянусь, ты не понимаешь Она разрушила давно уже Я ему говорила с самого начала отношений Уезжай Любви нету Уезжай Я не хочу быть с тобой А что ж ты хотела спасти-то, мы не понимаем Тяжело жить, как лох Я очень сильно люблю моего ребенка То я хотел моего ребенка каждый утром видеть Я хочу на садик отправлять Хочу вы... Но... Виолетта, ты када будешь давать встречаться с ребенком? Буду Значит, все будет нормально, када Неважно, куда ты уедешь Дети всегда останутся с детьми И всегда будут с нами Ты должен быть уверен в том Что у тебя все в жизни получится Потому что ты мужчина Просто на немножечко забылся Из-за того, что любишь Да Когда пройдет шок Да, тебе нужно будет продолжить жить Делать какие-то простые действия Заботиться о себе, заботиться о дочке Подать документы на развод Важно, чтобы ты сумел сохранить Какие-то отношения сейчас Пока твоей дочке не исполнится 18 лет Правда, спасибо, сильно спасибо Виолетта же отказалась продолжать разговор с нами Имеет право А что она нам скажет? Ее игра закончилась Она живой человек, ей больно Мне хотелось бы помочь Она не готова воспринимать все это Потому что она не ожидала, что вот такой поворот будет Я уверен, что Виолетта винит нас Поскольку она привыкла Перекладывать ответственность на других людей Если вспомнить все, что прошло Весь проект, то мне кажется, что так и должно было случиться Мы просто помогли развязать узел Да, может быть, не так брутально Я бы наоборот пришла Спасибо, сказала нам Коду сняли розовые очки Проверку на брак семья не прошла Виолетте не надо больше врать Все расставлено по своим местам Потому что произошло Ответственны оба Иногда лучший способ спасения брака Это развод Совершенно верно Вот в этом случае, мне кажется, это совершенно точно Спустя месяц после начала проекта Ни Када, ни Виолетта не пришли в назначенное место встречи Чтобы сказать друг другу о решении сохранить семью Виолетта и Када, возможно, впервые за все время отношений Сделали свой выбор осознанно Имея на руках все карты И зная, наконец, расклады друг друга Теперь оба сняли розовые очки И точно знают, что завтрашний день зависит Лишь от них самих Спустя месяц после окончания проекта Када получил приглашение на работу В Канаде Возможно, это именно то За что могла бы зацепиться Виолетта Но жизнь всегда дает нам то, что мы заслужили Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok